Это звуковое золото. Идет измерение? Да. Простыми словами о сложных вещах. Последняя учебная четверть у школьников из Полярных Зорь заканчивается необычно. Узнать о том, что такое электроэнергия, где она рождается, и даже самостоятельно измерить уровень радиации в своем телефоне. Они смогли на экскурсии по случаю 30-летия концерна Росэнергоатом. Как правило, мы делаем презентацию новых информационных продуктов, проводим интерактивные игры и викторины. И сотрудники информационного центра по атомной энергии тоже приезжают к нам, в город Полярный Зорь, в наш информационный центр, для того, чтобы проводить интерактивные игры, в первую очередь для школьников. Центр занимается и профориентационной работой, поэтому важно ребят заинтересовать. Егор Олегович в этом деле профессионал. Он знает, как грамотно и легко преподнести научные факты подросткам. Стараемся это делать в интересной, интерактивной, небанальной и динамичной форме. Потому что, когда человек получает сложное научное знание, он обычно думает, что это скучно, неинтересно, нудно и вообще нездорово. Когда он получает все это в динамике, он начинает обычно живо интересоваться наукой и в конечном итоге может заниматься как гражданская наука. Если совсем становится интересно, то уже становится полноценным ученым. Знакомиться с атомной энергетикой не только в ходе интеллектуальных игр, но и прямо на улице. Ребята помладше прыгают на скакалках, собирают пазлы и играют в атомные шашки. Лера стала в них настоящей чемпионкой. Мы активно провели время здесь. Я вообще играю с 8 лет в шахматы. В детстве играла в шашки с дедушкой, с бабушкой. И они мне научили. Все ставили свои решения на девочками против меня, на одноклассницу. А выиграла я. Все активные участники на память о полезной экскурсии получили от предприятия сувениры. Многие задумались о том, чтобы дальше изучать атомную энергетику, а может даже и связать с ней жизнь.